Девушки отдыхают Она покончит с собой, мамочка. И все из-за вас. Куда нам до такого счастья? Уж лучше бы покончила с собой, избавила нас от своего присутствия. Довольно. Хватит. Какая же ты красивая. Уже который день я засыпаю и просыпаюсь с мыслями о тебе. Позволь мне почувствовать твой запах. Позволь мне почувствовать твой запах. Неужели эта красавица теперь принадлежит мне? Позволь мне почувствовать твой запах. Добро пожаловать. Здравствуйте. Как поживаете? Все хорошо. А вы? Хорошо, спасибо. Как дела, Ильяс? Все хорошо. Ты как поживаешь? Хорошо. Муниципалитет Сакари устраивает соревнования вместе с федерацией. Будут гости из-за границы. Ты отлично проведешь время. После соревнований будет пикник. Заодно и новый мотоцикл испытаешь. Я и сам хотел принять участие, но появились проблемы. К тому же мы не организовали транспорт. А зачем тебе транспорт? Я заберу тебя в половине девятого из мастерской. Загрузим мотоцикл, а сам поедешь на моей машине. Так же доедешь обратно. Вот тебе и транспорт. У тебя какие-то проблемы? Нет. Не заезжайте за мной в мастерскую. Я буду ждать вас на автозаправке на выезде из города. Хорошо. Договорились. Мне уже пора. Вообще-то я приезжала на фабрику. Заодно решила увидеть тебя. Хорошо, что нашла тебя здесь. Не то хотела заехать в мастерскую. Насколько я понимаю, мне не стоит туда приезжать. Отец не хочет, чтобы я участвовал в соревнованиях. Понимаю. Но ничего, скоро все изменится. Ты продолжай тренироваться. Тебя ждет светлое будущее. Попомни мои слова. Хелин. Я очень благодарен тебе за то, что ты доверяешь мне. Береги себя. Увидимся завтра. Ребята, до встречи. Бог вам в помощь. До свидания. Нас ждет отличный день. Мы прекрасно проведем время. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Послушай, сейчас не самое подходящее время. Вчера ночью я спал в машине Айча. Ты знал об этом? Да, да. Нет, просто так было нужно. Тебе какое дело? Не вмешивайся. А что случилось? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что это? Куда она собралась? Школа ведь в другой стороне. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Дядя Осман еще не приехал? Нет, невестка. Нужно было развести заказы. Не знаю, как быть. Может, мне закрыть магазин? Нет, подожди. Я скоро приду. До сих пор не объявился? Где он может быть, мама? Его не было всю ночь. Скоро полдень, а его до сих пор нет. И в магазине не появлялся. Он никогда так не поступал. Боюсь позвонить ему. Что случилось, тетя Сехер? Ваши голоса слышны на весь район. Иди и спроси у нее сама. Разумеется, если она тебя откроет. Со вчерашнего дня не выходит оттуда. Послушай, перестань плакать. Не желает нас видеть и не нужно. Что мы такого сделали? В чем твоя вина? Думаю, он тоже ищет повод, чтобы избавиться от тебя. Думаю, он тоже ищет повод. Что он может сказать? Он нигде не работает? Не знаю. Он участвует в соревнованиях. Цель его жизни – участвовать в соревнованиях и побеждать. И что он с этого будет иметь? У него наверняка есть другая работа. Ты не спрашивала? У нас не было времени на разговоры о будущем. Мы еще успеем поговорить. Это всего лишь начало. Я считала тебя разумной девушкой. Понимаю. Тебе это окажется странным. Но что я могла поделать? Это было как во сне. Все было так прекрасно. Представь, маленький домик и мы одни. Это были самые прекрасные моменты в моей жизни. Я была абсолютно уверена в том, что он – моя судьба. В тот момент я почувствовала себя такой сильной, что все остальное уже не имело смысла. И все же не стоило торопить события. А если он тебе больше не позвонит? Доброзумит тебя Аллах. Что мне еще сказать? Он тоже любит меня. И к тому же мы будем счастливы вместе. Почему ты думаешь о плохом? Зачем ты говоришь такие вещи? Иди сюда, садись. Никого нет. Где ты был всю ночь? Ночевал у брата Тахира, мама. Тебе все равно. А ведь я всю ночь слушала твоего отца. Он успокоился? Успокоился. Ну, вот и хорошо. Теперь поезжай на работу, не усложняй все. Есть горячая вода? Хочу принять душ. Есть. Включи водогреенный котел, помойся. Послушай, сынок. Где ты нашел эту девушку? Разве во всем городе не нашлось другой девушки? Зачем ты связался с ними? Ничего хорошего об этой семье я не слышала. Сколько раз я это слышал? Раз десять или двадцать. Мамочка, как только появляется какая-то девушка, ты говоришь, что не слышала ничего хорошего о ее семье. И про невестку то же самое говорила. Дерзкий мальчишка. Разве я не права? Привел твой брат эту... Только ты у меня остался. А теперь и ты обижаешь меня. Ну, перестань, Фато. Асиэ, ты витаешь в облаках. Как вы собираетесь видеться? Как вы будете строить отношения? Ты не сможешь даже из дома выйти. Живя в такой семье, как у тебя, у тебя не будет возможности продолжать отношения. Твой сумасшедший зять снова приведет кого-то, чтобы выдать тебя замуж. Ты думаешь, он оставит тебя в покое? Им придется меня убить, чтобы помешать нашим отношениям. Я что-нибудь придумаю. Единственное, чего я боюсь, это то, что брат может с ним что-то сделать. Тогда пусть посватают тебя. Обручись, и все успокоятся. Не обязательно ведь сразу жениться. Посватается, когда придет время. И к тому же у него есть мечты. Как он сейчас придет? Что скажет моей семье, своей семье? Я не понимаю. Люди сначала знакомятся, потом встречаются несколько раз, становятся на ноги, и только потом женятся. Почему мы не можем сделать так же? Я не понимаю. Потому что вы, госпожа Сия, дочь настоящей муданиейской семьи. Вот почему. Твой отец не аристократ, твой брат не выпускник колледжа. О, Аллах! Ты что, совсем с ума сошла? Сама ты сумасшедшая. Мы созданы друг для друга, ясно? И не важно, поженимся мы сегодня или завтра. Не расстраивайся. Я огорчила тебя в самый счастливый день в твоей жизни. Устроила дома скандал, а сама тут разлеглась. А ну-ка вставай, убери со стола, постирай. А ты тоже, госпожа Салиха. Давай, ступай уже домой. Пошевелись. Давай, давай. Что случилось, Арфан? Мотоцикл сломался. Да ехали сюда, оставалось совсем немного, и вдруг он взял и заглох. Отвези в город к мастеру, Джимшит. Оставишь у него, и тебе полезно будет немного сменить обстановку. Ну, хорошо, раз так, загрузим грузовик. Брат, тогда я загружу заодно и рыбу, чтобы не ездить в город дважды. К тому же, ты давно не был в городе. Давай. Жаль его, дядя. Ни с кем не разговаривает, никого к себе не подпускает. Займись лучше своими делами, Хюсо. Не вмешивайся. О, Аллах. Бог в помощь, брат Тахир. Отец, я пришел. Чем мне заняться? Отвези эту машину, Мустафе. Мы зарядили аккумулятор, но его надолго не хватит. Придется менять. Отец, пусть он сам заберет. Как я оттуда вернусь? Это ведь на другом конце города. Доедешь на автобусе. Он еще спрашивает, как он вернется. И не вздумай садиться на такси. Понял? Давай. КОНЕЦ Ты дома или у бабушки? Дома. Выходи через пять минут. КОНЕЦ Я очень соскучился по тебе. Я тоже. Все хорошо? Не ругали тебя вчера? Нет. Не ругали. Странно. То есть, твои домашние тебе ничего не сказали? Тот парень пожаловался на меня в полицию. Вчера я был в участке. Ты был в участке? С тобой что-то сделали? Нет. Комиссар дал пару советов и отпустил. Хорошо. Сказал, если хочешь, посватаемся к девушке. Я сам поговорю с братом. Они сведут меня с ума. Извини. Ты не обращай на это внимания. Они вечно лезут не в свое дело. Я тоже сказал. Комиссар, зачем я этой девушке? Как я ее обеспечу? Сам видишь, какое у меня состояние. Разве ее семья выдаст ее за меня? Если бы действительно хотел, ты бы что-нибудь придумал. Но ты все время жалуешься. Ну вот, стоило сказать о женитьбе. Сразу же разозлилась. Разумеется, женитьба – это серьезный шаг. Двое отправляются в долгий жизненный путь. И мнения окружения семьи тут не важны. Так семья не строится. Разумеется. К тому же, куда нам торопиться? Мы оба еще молоды. Посмотрим, а там жизнь покажет. Ты мне ничем не обязан. Но я о том, что произошло вчера. К тому же, я сама этого хотела. Это нормально. Разумеется, дорогая. Мы оба взрослые люди. И к тому же, ты очень красива. Мне пора идти. Меня ждут друзья. Нужно еще успеть переодеться. Ну и ладно. Не буду тебя заставлять. Молод он еще. Ты еще встретишь девушку получше меня. К чему терять время со мной? Девушки отдыхают.